Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своём канале. И сегодня, дорогие мои друзья, я решила для вас сделать розыгрыш. Сейчас мы с вами отправимся ко мне на кухню и будем готовить вкусные плюшки. Плюшки, ватрушки, ну а на самом деле слойки. Слойки с индейкой, с зеленью, с сыром и грибами. А самое главное, ребятушки, досмотрите это видео до конца, потому что в самом конце я вам скажу условия розыгрыша. Ну что ж, пойдёмте на кухню. Мы сейчас с вами дрожжевое тесто вот так вот порезали. Каждую плиточку на 6 частей. Вот у нас плиточка, вот здесь видите, 2 части. Я порезала на 6 частей и каждую сейчас я стараюсь сделать побольше. Не люблю катать скалками, а делать это всё вручную, потому что, вы знаете, прекрасно, что вся сила, энергетическая ценность, она, конечно же, в руках. Сейчас мы с вами каждый кусочек сделаем больше. Таким вот образом, хорошенечко. Самое главное, чтобы тесто не порвать. Тесто у нас постояло, но ещё вот если посмотреть на это тесто, вы видите, какое оно пышное стало. Самое главное, чтобы оно выстояло в нужное время. Знаете, вот оно у меня стоит, ну, где-то часа полтора, а то и два, чтобы вот таким пышным было при комнатной температуре. Духовку я уже включила на 180-190 градусов, приблизительно так поставила, чтобы духовка, а духовой шкаф у нас уже был, в общем-то, готов. Потому что, то, что мы с вами сейчас делаем, уже должны будем отправить в духовый шкаф, который разогрелся. Начинка у меня тоже уже готова. Сейчас я вам покажу, что нужно будет для начинки. В любом случае, знаете, чтобы вы не положили в начинку, оно всё будет вкусно. Если даже вы просто кусочек сыра положите, это будет вкусно. Или шоколадку, кусочек шоколадки, и получится круассан, да? Также вы можете сделать тайплицу. Ну, вот я делаю сейчас вот такие вот. Так, украсть тут, смотрите, значит, у меня на столе индейка уже готова. Она у меня запечённая была, я ещё её порезала на мелкие кусочки. Лук я порезала, большую головку лука порезала. Также у меня здесь идёт томат и майонез. Вот, смотрите, мы берём сейчас немножко, вот так вот раскидаю, буквально по чуть-чуть томатика, прям буквально по граммочке. У меня будет томат. По граммольке. По пол ложки, почти по ложке, в принципе, разницы нет. Так, и сейчас я беру майонез. Также по капельке, вот так вот раз, по чуть-чуть. И нам нужно ложкой. Сейчас мы делаем вот таким образом, всё смешиваем. Хотя, я думаю, это даже не обязательно, потому что оно всё внутри размешается. Ну, я вот так немножечко размешиваю. Размешиваю. Совсем чуть-чуть. Не надо размазывать по всей, а просто по центру размешиваю. Вот так. Теперь мы берём мясо. Ещё раз повторяю, здесь у меня индейка натушёная. Она тушёная с грибами. Грибы у меня. И также там лучок обжаренный, морковка. Вот там полностью у меня вот такое вот мяско вкусное. У меня аж слюньки уже потекли, честно говоря. Я люблю такие вещи. Хотя я прекрасно понимаю, что это ну никак, никак не сопоставимые две вещи, когда я вам даю ритуалы для похудания. И тут же выкладываю такое вкусное видео, да? Ну, однако, это так вкусно, ребят. Кто-то, конечно, хочет быть стройным, красивым. И от этого доставляет ему удовольствие. Ну, а кому-то доставляет удовольствие вкусно покушать. Вот в данном случае, я честно вам скажу, я на данный момент хочу вкусно покушать. Возможно, потом я поем, и завтра уже захочу похудеть, но сейчас хочу вкусно поесть. Это же мечта любой женщины, да? Чтобы побольше есть вкусняшек и не толстеть. Теперь мы берем лучок. Так, что я люблю побольше, чтобы начинки было мяско. Лучок, это вкусно. Можно взять зелень. Ну, вот на данный момент у меня нет зелени. Вы можете укроп, петрушку, всё, что угодно брать. Так, и ещё вот, что я забыла. Сейчас мне нужно взять сыр. Ещё сыр кусочек я обязательно должна отрезать. И сверху положить сыр. Так, вот мы зелень берём. То есть, лук и всевозможную зелень, какая у вас есть, тоже сверху можете присыпать. Лук, укроп, петрушка, риган. Кто что любит. Вот на вашу уже фантазию. И сейчас возьмём. Ну, что ж, я сейчас порезала понемножку. Вот по кусочку буквально сыра. И мы кладём сверху. Вот буквально прям по чуть-чуть. Много и нужно. Я его не режу мелко. И на тёрку не делаю. Хотя, в принципе, это можно сделать. Но, поверьте, вот я не делаю. Мне это как-то не нужно. Оно всё внутри там. Теперь смотрите. Вот мы защипываем крест-накрест. Крест-накрест. И ещё, знаете, когда мы были в Казани с дочечкой, с её классом, там показывали... Вот не помню, как называются. Дочь, ты не помнишь, как называются? Лепили тогда. Смотрите. Интересно показывали нам в ресторане. Вот так вот защипывают. Поближе возьми, чтобы зрители увидели. С другой стороны сейчас я покажу. Вот сверху покажу, чтобы сверху. Камер, вот, что берётся. Раз, защип. Потом с этой стороны. С этой стороны защип. С этой. И вот получается вот такая вот интересная. Видите, как сначала вот просто защипывается. А потом опять идёт с одной стороны, с другой. Вот так, как пальцы перехватываются. Единственное, что у меня, конечно, длинные ногти. Вот у кого ногтей нет, у того оно более красиво получается. В прошлый раз у меня дочка участвовала в таком конкурсе. И, кстати, заняла первое место. И сейчас мы все быстренько. Но тут вот много. Это лишнее. Давайте сюда, наверное, переложим пока что. Много. Самое главное не переборщить. Конечно, это вкусно, когда много... Ой, у меня слюки потекли. Когда много начинки. Но, поверьте, здесь тоже не переборщить. Иначе будет вылазить и всё разваливаться. Хотя, вот я не знаю, у меня тесто никогда не разваливается. Тесто покупное из магазина. Тесто я сама не делала. В общем-то, не считаю особенно нужным это делать. Сейчас всё, что угодно можно купить в магазине. Конечно, приятно сделать что-то своими руками. Но вот, когда есть возможность купить такое чудесное тесто. Тесто обыкновенное. Есть дрожжевое, есть бездрожжевое, слоёное. Вообще, без разницы, какое вы будете покупать. И какой фирмы. Поверьте, если у вас есть желание, делайте из чего хотите. Я не рекламирую здесь определённую марку. Берём абсолютно любого производителя. И, честно сказать, мало чем отличаются. Самое главное, всё сделать с душой. Всё-таки такие красивые штучки я пытаюсь сделать. Пытаюсь сделать тесто прямо, знаете, оно такое мягкое, пушистое. В руках, знаете, аж шлёпывается, сплющивается. Так, крест-накрест мы берём. Сверху лучше снимать. Вот, мне тут точка, как оператор, помогает вести съёмки. Вот, мы защипываем. Всё, что мне нравится, вот здесь, это всё очень быстро. Только гости позвонили, что скоро сейчас они придут. Вот, буквально придут, тесто вытаскиваю, пока делаю какие-то дела свои, оно поднимается. Можно, кстати, за это время начинку сделать, там, часа полтора. Абсолютно очень быстро всё можно сделать. Вот, потому что уже готовые такие вот, да, они буквально через 15-18 минут уже в духовке доготовятся. Вот. Посмотрите, какая красотища у нас получилась. Сейчас вот такие вот 12 слоёночек у нас получились с индейкой, с грибами и с травами, с сыром. И мы отправляем их в духовку, в духовышка. Он уже у нас разогретый, вы видите. Ох, уже жарит, парит. И отправляем буквально на 15-18 минут. Ну, доченька, покажи. Вот сейчас мне моя дочка показывает, помогает. Как оператор, а было время, когда я ей помогала, как оператор. Ну, что ж, ждём. Ребята, смотрите, какая красотища получается. Но ещё рано, ещё немножечко, ещё минутки, я так подозреваю, 3-4. И всё будет готово. Так что ждём. Ну, что ж, красота какая. Смотрите, получилось. Я уже выключила духовой шкаф. Ну, вот могу свет ещё включить. Смотрите, какая красотища получилась. Сейчас мы будем баловаться плюшками. Посмотрите, какие красавцы у нас получились. Вкусные. Просто объедение. Замечательно просто. Видите? Вкусные. Мягкие, мягкие, знаете, такие воздушные просто. Горяченькие. Со всех сторон пропеклись хорошо. Прям горячие. Но очень красивые. Посмотрите, какая красотища. Такая красота. Надеюсь, дорогие мои друзья, вам понравился сегодняшний видеоролик. Надеюсь, что вы все тоже что-нибудь обязательно испечёте и приготовите. Ну, и, конечно же, условия розыгрыша. Вы знаете прекрасно, что у меня есть моя доченька, которая также открыла канал. Он называется Мэггия. Мэггия. Ну, а попросту кухня. Кухня. И там она готовит различные интересные вещи. Выпечки делает. Ну, множество различных блюд. И я всех вас приглашаю подписаться на этот канал. Ссылочку я в описании к этому видео оставлю. И розыгрыш будет заключаться в следующем. Люди, которые подпишутся на этот канал и приведут с собой 9 своих друзей, в общей сложности, чтобы было 10 подписчиков лично от вас на этом канале, тот человек может получить ссылку с видео-чистками на моём канале без рекламы. Как всё будет происходить? Всё очень просто. Вы пишите под этим видео мне, что вы привели 9 человек, подписались, и вы в том числе подписаны. И перечисляйте ники. Ник, например, там Ягода Малина, Наталья Ромашка, или вот Ирина там Рыбка, Мышка. Какие у вас ники и какие ники ваших друзей? Вот через запятую 10 штук, чтобы они были. Я открываю канал Дочки, проверяю, если там действительно 10 этих ников есть, которые подписались в ближайшее время. Я вам отправляю ссылочку на любое видео, которое вы захотите, без рекламы. Очистки, вы знаете, прекрасно. Конечно, гораздо удобнее смотреть без рекламы. Так что вот такой вот чудесный конкурс. Надеюсь, вам это понравится, и вам будет это интересно, и нам с дочкой тоже. Я вас всех очень сильно люблю, обнимаю, целую. Благодарю вас, что вы были со мной всё это время. Всем пока-пока. И, конечно, верьте в мечту. Верьте в мечту, потому что мечты сбываются, и ваша мечта сбудется обязательно. Всё, роднульки, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok